Фильм «Арсианин» — это экранизация популярного дебютного романа Энди Уира, написанного в 2011 году и ставшего самым продаваемым научно-фантастическим чтивом на сайте Amazon. Книга получила сотни положительных отзывов среди читателей и в прессе. И когда речь зашла об экранизации, за сценарий взялся Дрю Гадарт, который на первых порах также метил в режиссерское кресло. Но вскоре он отвлекся на зловещую шестерку, а режиссером фильма стал более матерый мастер кинематографа. Всем оригинальное приветствие, бро! Это «Оптимистер» и я наконец-то посмотрел что-то стоящее. Во всяком случае, фильм, о котором мне есть что сказать. Знаете, я уже пару месяцев ждал кино, которое впечатлит меня. И не просто впечатлит, а скорее даже перезагрузит мой уставший от рабочих будний мозг. И судьба сделала мне подарок. На этой неделе я увидел целых две таких картины. О фильме «Прогулка» я расскажу как-нибудь в следующий раз. На сегодняшний выпуск киноблога о новой работе Реды Скотта «Марсианин». Здарова, народ! Меня зовут Илья Бунин. Я делаю обзоры всех премьер-фильмов. На этой неделе будут обзоры «Марсианина», «Пэна» и «Прогулки». А сейчас вы уже можете посмотреть «Эверест», «Легенду» и кучу других видосов. Обзоры выпускают 3-5 раз в неделю, а в моем паблике вы даже сами можете выбрать обзоры, каких фильмов хотите увидеть. Так что заходите на мой канал «Кинокритика». Ссылка в описании. В общем, фильм «Марсианин» это вполне себе годная научная фантастика о том, как одного ботаника оставили на Марсе умирать, а он решил выжить. Такая вот история борьбы за выживание, которая здесь не похожа на борьбу вовсе. Серьезно, как только я впервые увидел трейлер к этому фильму, у меня сложилось впечатление, что зрителя опять ждет тоскливая космическая драма о выживании героя Мэтта Дэймона, несчастного космонавта, забытого на Марсе по имени Марк Уотни. Настолько несчастного, что мы будем плакать, ну едва ли не весь фильм. И к своей радости я ошибался. Сюжет «Марсианина» сразу бросает зрителя в омут с головой и не дает толком оклематься. Тебе показывают героя и будто намекают. Вот у нас Марк, он главный персонаж, и именно ему два ближайших часа нужно будет сопереживать, выслушивая его нытье и слезы о том, как ему скучно на Красной планете без пива, женщин и чипсов, очевидно. Но внезапно нытья не случается. И герой Дэймона, быстро осознавший в каком он дерьме, уверяет нас, Марс будет в шоке от его способностей. И он, черт побери, прав. Не только Марс, но и зритель в шоке и легком восторге от того, как играючи выживает этот парень. Он выращивает картофель в марсианском грунте, находит способ для связи с Землей и материт всех членов НАСА в прямом эфире. Терпит все беды и невзгоды, что уготованы ему на Красной планете, и в результате выходит победителем. И пускай это не будет для вас спойлером, все-таки финал весьма очевиден, да? Очевидного в фильме много, действительно. Но его стоит смотреть не ради неожиданных поворотов, а ради, как ни странно, настроения. Режиссер Ридли Скотт явно в хорошей форме, он это доказывает нам. И пытается, видимо, как-то реабилитироваться за недавнего Прометея, который был растащен на мемы, отсылки, и вообще был принят любителям научфана не очень-то тепло. И это мягко говоря. Хотя мне он, в общем-то, понравился. Ну а фильм «Марсианин», он, в общем-то, тоже весьма отвратителен. Отвратителен для тех, кому нравится глубинное изучение космоса, кто привык докапываться к правилам физики и тому, как все должно работать на самом деле. Отвратителен для тех, кто просто не умеет расслабляться, смотрит блокбастеры не ради отдыха, а ради придирок. Впрочем, кто бы говорил. Да, я люблю критиковать кино, я на этом карьеру, можно сказать, построил, но «Марсианинам» мне ругать как-то совсем не хочется. Серьезно, с позиции обычного зрителя, это прекрасное развлекательное кино с топовыми актерами на главных ролях, второстепенных и каких бы то ни было, с крутым режиссером у руля и кучей киношных отсылок. Кстати, об актерах. Обаяние Мэтта Дэймона явно идет в плюс его неунываемому персонажу. Джессика Честейн просто прекрасный капитан, давно хотел увидеть ее в таком вот волевом образе. Джефф Дэниелс в роли директора НАСА лишний раз доказывает, насколько он крутой и многоплановый актер. Шон Бин в этот раз сыграл эдакий голос разума во всей этой спасательной операции. И справился он действительно отлично. А также, внимание, на этот раз не умер. Я же знаю, что многие из вас ходят в кино лишь бы узнать, умрет ли Шон Бин в этот раз или нет. Давайте сразу отсечем вот эту часть аудитории. Кристин Уик и Майкл Пенни тоже разбавляют фильм своим присутствием. Странно, но актеры, которые лично мне запомнились больше по комедийным ролям, здесь занимают довольно нужные роли. Они, как и прочие, способны как нагнетать, так и разряжать обстановку. А вот самыми беззубыми и ненужными в этой истории мне показались Кейт Мара и Себастин Стэн. Их история и небольшая любовная сюжетка вроде как является неловкой попыткой впихнуть хоть какую-то амурную линию в фильм. Фильм, которому это попросту не нужно. Но правда, зачем в истории выживания на другой планете вставлять историю любви двух рандомных космонавтов? А вот норвежец Аксель Хэнни, знакомый по триллеру Охотник за головами, просто порадовал своим присутствием. Кстати, как и Дональд Гловер из сериала Сообщество. И да, есть ли смысл говорить о технической стороне фильма? Съемки и монтаж здесь, как и следовало полагать, на высоте. Денег на блокбастер явно не жалели. Но, к сожалению, все эти факторы профессионализма так и не смогли, как по мне, создать нужную атмосферу. И вот это как раз-таки большущий минус фильма. Сколько мне не повторялись, что вот эта вот пустыня в Иордании на самом деле является поверхностью Марса, я все равно видел матушку Землю и не смог ощутить той безысходности, которую испытал главный герой. Хотя не все так плохо. Нужное настроение я все равно получил. Но все-таки опасность ощущалась. Но, как мне кажется, в совсем уж небольшом количестве. И, наверное, в этом есть немного вины самого Марка Отни. Ведь в фильме нам показывают весьма задорную легкость его бытия. Смотришь на него, вроде на чужой планете. Один. Совсем один. А ему все происходящее, похоже, по кайфу. Ну и что, что 600 дней не мылся? Зато никто мозги не пилит и в душу не лезет. Ну и что, что нормально не питался тоже долго? Зато все, что есть, все его. Ходит по красной планете, худеет, бороду отращивает, шутки постоянно шутит. Не жизнь, а сказка на самом деле. Иногда я думал, что смотрю не на Мэтта Дэймона, а на Гаррика Бульдога Харламова. Они и так внешне похожи. Так еще и юморит в этом фильме Дэймон получше любого комедиклабовца. Однако не буду врать, все-таки толику напряжения по ходу сюжета я хватанул. Но смешных, забавных и попросту безопасных моментов в фильме все-таки было больше. И по итогу, о чем же кинцо, спросят мои бро и гости этого канала. Чего-то опять напустил видео воды, а суть-то где опти? А я скажу, фильм «Марсианин» рассказывает о современном Робинзоне, о космическом пирате и грозе галактического пространства, о первом колонизаторе Марса и просто железном человеке, Марке Уотни. Простом оптимисте с планеты Земля, которому все по плечу. Спасибо Редли Скотт за такое жизнеутверждающее кино. Ставлю ему 8 марсианских картофелин из 10. Ну а на этом все. Ставь лайк этому ролику, рассказывай о нем своим друзьям, подписывайся на канал, заходи в мой Твиттер, Инстаграм, группу ВКонтакте, страничку ВКонтакте и люби картошечку. А, еще, ребят, я тут узнал, что вот буквально скоро, в ноябре 7-8 числа, я, Кисемяка, Сокол, Командер, Квадриго, Таторио, Венди будем на Урале, в Екатеринбурге, на фесте ЮКОН. Так что, если кто хочет повидаться, пообщаться, там, подписать автограф, фотографироваться и так далее, приходите, покупайте билеты по ссылке в описании, вот там вот внизу покупайте билеты и ждем вас, будем приятно познакомиться. Ну а теперь точно все. Смотрите Нозри, ВКорень, всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok